Добрый вечер, дамы и господа! Я посмотрел фильм Вачовский «Восхождение Юпитер» и, конечно же, совершенно в безумных чувствах досмотрел его до конца, увидел чудесную концовочку, которую бы все видели, и про которую почему-то мало кто вспоминает в комментах. Я прочитал кучу рецензий, комментов всевозможных. Честно говоря, первое, я ничего про этот фильм не знал, не ждал его и посмотрел его случайно, совершенно случайно, поражен, стал искать информацию о нем. Нет, он не по классическому комиксу сделан, хотя напоминает, конечно, какой-нибудь Марвеловский комикс. Но нет, его написали те же самые авторы, что и сняли фильм. Сами написали сценарий, почему их заинтересовала именно русская в главной роли. Это как-то мне совсем непонятно, почему эта героиня русская. То есть в фильме очень много всяких, естественно, отсылов ко всему, чему только можно. Это чистый постмодернистский продукт, как обычно. Но в этой постмодернистской иронии есть такие вещи, за которые Америку точно нужно смешать с радиоактивным пеплом. Например, то, что русская говночистка, да, а главная героиня именно говночистка, не просто Золушка, не просто девочка, которая чистит квартиры, она чистит унитазы, и на этом сделан большой упор. В кадре, как минимум, крупных планов несколько появляется, когда героиня лезет в унитаз и чистит там, вымывая, видимо, всю грязь. С большим, просто какой-то, с редкостным удовольствием, просто наслаждаясь процессом. А странно, что до сих пор никто не сделал жабу, заменив голову героини на морду Епифанцева. Просто абсолютно такие аналоги приходят в голову. Ну, вообще-то это совсем не смешно, если честно. Итак, зачем же нужно было уезжать матери, героине, чтобы родить свою дочь на корабле? Ну, тут аналогия, конечно же, и с чаплинскими делами, то есть с эмигрантом чаплинским. И тогда, конечно, этот корабль был вполне уместен. Да он и сейчас в этом фильме выглядит весьма романтично, иначе как бы она родилась под какими-то там звездами и так далее. Это уже другой вопрос. Тут навороты такие сюжетные, они, может быть, даже и хороши. Но нужно ли ехать в Америку, чтобы становиться там говночистым? Из России, где ты ходил в мехах. Вот это как-то не укладывается у меня в голове. Мало того, пройдя все коллизии королевской жизни, став принцессой вселенной и, бог знает кем еще, получив все возможные титулы и владения, наша русская девочка возвращается с удовольствием к своему любимому другу Унитазу, которому она просто-таки клянется в любви. На самом деле этот фильм не о любви принцессы или Золушки к принцу-волку, спасителю и герою-любовнику. Это любовь к Унитазу, ребята, это любовь к Унитазу. И, точнее говоря, любовь к говну именно. А помните последние реплики семьи, когда героиня говорит, что она идет на свидание? Первая реплика – это «А он богатый?» Вторая – «А он умеет чистить полы». Правда, там было сказано полы, не унитазы. Ну, вообще-то, как бы, конечно, унитазы. Так и хочется сказать следующую реплику. А он любит жрать говно. Вот это вот то, о чем может спрашивать русская семья в эмиграции, живущая в Америке, в Чикаго. Конечно же, это люди, достигшие предела счастья в свободной стране. Это рабы, достигшие предела максимума своего существования социального, достигнув невероятного подъема, создав семейный бизнес по чистке унитазов. Это просто самое чудесное, что только можно придумать. Даже не знаю, я не знаю, честно говоря, как все это у меня не укладывается просто в голове. Я настолько в шоке от этого всего. Наверное, да, в свободной стране чистить унитазы намного приятнее, чем в стране тоталитарной. Но вот вопрос, чистила ли унитазы мать главной героини в России. Об этом что-то ничего не говорится. Там была какая-то невнятная сцена с нападением каких-то бандитов, убийством отца и всего такого прочего. Почему бандиты не убили? И мать тоже непонятно. Почему она решила ехать, например, не в Англию, если ее отец был все-таки английский астроном, а как будто бы не американский. Хотя я могу ошибаться, может, я невнимательно смотрел, может, он все-таки американский, поэтому она поехала в Америку. Но не важно, не важно. Важно то, что, приехав в свободную страну, она выбрала самый чудесный бизнес на свете – чистить сортиры. И дочка, конечно, как наследница семейного бизнеса, она тоже чистит сортиры, но и поглядывает на звезды. То есть такое сочетание от свинья, которая роется в куче навоза, она поднимает голову кверху и смотрит на звезды. Очень романтично, правда? «Русская свинья». Вот это фильм о «Русской свинье», и о том, что любовь к звездам, она не такая сильная на самом деле. Сильная все-таки любовь к говну. И говно все побеждает. Вот так вот. Мне очень даже странно, что при всей той накачке в путинской России, когда каждый день с экранов говорят о том, что надо захватить Берлин, Нью-Йорк, что обезьяна Обама и все такое, что Америка там не знаю что, люди в комментах совершенно при этом не пишут о том, что этот фильм унизителен для России, что его надо запретить, что он совершенно чудовищный. На самом деле фильм похлеще какого-нибудь дурацкого фильма интервью про этого Ким Чен Ына намного хуже. Он намного хуже, потому что в интервью Ким Чен Ын показан братаном, распиздяем, таким веселым парнем. И он не ест говно там. Там нет сцен, где бы он ел говно, чистил унитазы и так далее. То есть его бы трахали в задницу лошади или что-нибудь такое, например. Ничего такого нет, да. То есть на самом деле все его злодействие заключается в том, что он в припадке истерики кричит, что может уничтожить там полземли своим ядерным оружием. Ну как бы да, ну почему бы нет, почему бы не закричать так. Это даже может вызывает и смех, и респект, и, не знаю, симпатия. Почему нет, почему бы и нет. Кто из вас не хотел бы нажать на ядерную кнопку и уничтожить полземли ради смеха? В припадке депрессии, например. Да, и тем более если про вас всякие хейтеры пишут, черт знает что. Ну, наверное, хочется этих хейтеров уничтожить. Здесь же все иначе. Здесь русская девчонка, ну не совсем русская, половина русской, она унаследовала от своей мамочки русской, которая никуда не делась. Папочка-то умер, астрономчик. Вот астрономчика завалили. И все, что осталось от этой связи, это русская половина. Мамочка, которая выбирает чистить унитазы. И дочка, которая наследует это же самое качество, это же самая любовь к говну, а не к звездам. В ней борются как бы две ипостаси. Однозападная отца-астронома, который романтически смотрит на звезды, едва не замерзнув на набережной в Петербурге. И вторая, как бы приземленная, русская, это любовь к унитазу, к говну. Желание стоять на коленях перед унитазом и его вылизывать чуть ли не языком. И побеждает русская ипостась, любовь к говну и унитазам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного вам просмотра. Насладитесь небывалым зрелищем, невероятно поднимающим вас до небес. Субтитры создавал DimaTorzok